Девушки отдыхают 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 привет что сразу к делу может расскажешь что происходит ты про флина да могла предупредить и пропустить такое шоу кроме того мне было не так просто тебя найти уж кто выговорил ты что ревнуешь в конце концов не забывай кто от кого ушел даже не думай ревновать погоди кахло если тебя это утешит мои отношения с флином сугубо деловые правда но практически когда я узнала что он напал на след я подумала ты не захочешь это пропустить что предлагаешь как обычно крадем сокровища находим корабли и смываемся с флином а потом а потом делим добычу и мы с тобой просто исчезаем вместе в этот раз ясно но только он не должен ничего знать он разозлится он переживет я знаю и 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 или и и и еще не передумал предпочел бы иметь пушку не потребуется ради собственного спокойствия Флин, это просто музейная охрана. И мы знаем ее расположение. Спокойно. Спокойно? Спокойно. Ты представляешь себе турецкую тюрьму? Ты понимаешь, что нас просто запрут и выбросят черта в ключ? Надеюсь, тебе это понятно? Лучше, чем тебе. Может, тебе и нравится такая перспектива, а мне нет. Мы не можем допустить ошибку и не допустим. Это здесь. Сюда. Так что, если мы нарвемся на патруль? Тогда и разберемся. То есть, куда кривая вывезет? Это называется импровизировать. Ах, вот оно что. У меня гибкое мышление. Мышление? Вот ведь самомнение. Вот. Что я вам говорил? Вон там мы проберемся, прямо к музею. Ну, будем надеяться. Тебе стоит больше доверять мне. Ладно. Я пойду вот здесь. Помните, эта башня – единственный путь в музей. Но сначала надо погасить прожекторы. Разберемся. Электричество надо отрубить раньше, чем мы дойдем до второго двора. Будет сделано. Я буду ждать в машине в условленном месте. Главное, чтобы все успели вовремя унести ноги. Постараемся. Хватит болтать. За дело. Хлоя. Увидимся на той стороне. Жду не дождусь. Черт. Что теперь? Полковник Кольт уравняет права. Гениально. Пушки. Ты рехнулся. Расслабься. Всего лишь транквилизаторы. Совершенно безвредны. Твоя совесть будет абсолютно чиста. Ну ладно. Так, теперь слушай меня. Дальность стрельбы у них не фонтан, так что бить надо в упор. Ты понял меня? Я умею стрелять, умник. Ладно. Ага, вот она. Тут сигнализация. Если не открыть замок, она взвоет. Достаточно просто коснуться стекла. Спокойствие. Вуаля. Отлично. Это точно та самая? Есть только один способ выяснить. Прости, Марко. Чёрт. Я бы выразился иначе. И всё? Ни хрена ж не видно. Свет великого хана. Погоди-ка. Что ты делаешь? Это смола. Она горит. И? Дай зажигалку. Думаешь, стоит делать это здесь? Давай. Ого. Покажи-ка. Огромная волна выбросила корабли в сердце джунглей Явы. Значит, это было цунами? Да, где-то на западе Борнео. Область поиска сужается. Смотри. Наверняка они оказались неподалёку вот от этой горы. Найдём эту гору, найдём корабли. Ты молодец. Подожди, это не всё. Так, будто бы сам океан стремился исторгнуть ужасную ношу, что мы везли из Шамбалы. Проклятие Чинтамани. Ты что-нибудь понял? Шамбал. Боже, Флинн. Что? Марко Поло нашёл Шамбал. Шангрила. Шутишь? Если они везли Чинтамани, то камень ещё там. Это очень увлекательно, но пора бежать. Да, я иду. Что ты делаешь? Прости, друг. Здесь наши пути расходятся. Стой, Флинн, был уговор. Да, какой-то был. Только я решил его изменить. Хватит. Бросай верёвку, придурок. Ну да, конечно. Ты у нас самый умный. Только упустил из виду одну деталь. Правда? Партнёр. Ты что, пристрелишь меня? Нет. Просто устраню с дороги навред. Чёрт. Ты думаешь, я не знал про корабли с самого начала? Любой школьник догадался бы. Флинн, слушай. Открой глаза. Тебя надули. Не спеши. Сначала познакомься с охраной. Ну всё, мой выход. Не сердись, друг. Ты упустил из виду одну крошечную деталь, партнёр. Что? Открой глаза. Тебя надули. Серьёзно? Эй, кто там? Проваливайте, я занят. Какая жалость. Сали. Тебя нельзя оставлять без присмотра. Как же я рад тебя видеть. Как твои дела? Дела лучше некуда. Дал. Кое-кому на лапу. На это ушли все твои деньги. И немало моих. Однако, ну ты и воняешь. Не хуже твои сигары. Да. Как ты нашёл меня? Через одну общую знакомую. Привет, Нейт. О, нет, нет. Да подожди. Сали, запри дверь. Она нас здесь не достанет. Помолчи хоть минуту. Выслушай. Спасибо, Виктор. Ты уж прости, Сали, но ты плохо разбираешься в людях. Особенно в женщинах. Не шпорю. И всё-таки... Кошмар. Да, да ладно. Не всё так плохо. Вот, даже личное ведро. Раньше-то было одно на восьмерых. Слушай, Нейт. Я очень признателен, что ты ко мне заглянула. Но если бы вы с Флинном так подло не подставили меня, я бы не гнил три месяца в этой плане четыре. Так что прости, что не спешу, но прижать тебя к груди. Я ни в чём не виновата. Ну да. Я говорила, он не станет меня вслушать. Ладно. Нейт, корабли найдены. В Борнео? Да. И Чентамани тоже? А ты откуда знаешь? А ты думала, Флинн сам обо всём догадался? Думаю, что да. Но камень они не нашли. Что значит они? Флинн и его клиент. Лазаревич. Ну тот, чокнутый. Они с самого начала были заодно. Вот как. Камень они не нашли. Значит, у нас есть время. Ты отведёшь нас к ним. Перехватим сокровища у них из-под носа. Этого они не ждут. О да. Месть сладка. Вот. Его звали исполняющим желания. Он священный. То есть, вроде как святой Грааль. Именно. Спасибо. Сали, послушай. В землях Шамбалы сокрыты величайшие земные драгоценности. Чистейшей воды сапфир синего цвета. Человеку не обхватить его даже двумя руками. Это же целые миллионы. Сотни миллионов. Есть ещё дневники? Очень много. Лазарович платил очень дорого за дневники Марка Пола. Он искал камень Чантамани долгие годы. Если он надеется, что Флин найдёт ему камень, то будет искать ещё лет сто. Если доберусь до архивов Лазаревича, я найду этот камень. Не горячись, ковбой. Это проще сказать, чем сделать. Архив в его палатке, а палатка в самой середине лагеря. Там очень серьёзная охрана. Солдаты. Повсюду. Ну, поэтому нужен свой человек, которому они доверяют. А, ясно. Вижу, к чему ты клонишь. Их надо отвлечь. Мне нужно на пять минут влезть в палатку. Вот и всё. Всего пять минут? Прекрасно. Даже раздеваться не придётся. Лая, может, просто что-нибудь взорвёшь? Взорвать? Ну, это просто. Ты с нами? Ну, разумеется, я готов на всё. Хлоя, как слышишь? Слышу хорошо. Мы уже близко. Ты готов? Постой. Одну секунду. Три месяца, и ты ничего не нашёл. Но, подожди, мы... Мы же... Командир! Наверное, Лазаревич. Этот человек пытался украсть находки с пятого участка. Ты предал меня за это? Нет, нет, Зоран, я объясню. Нет, нет. Нет, не надо, не надо. Меня окружают предатели и глупцы! Не пора ли совсем испортить ему настроение? Давай. Прямо, опускай лагерь! Бегом! Пошли. Надо проверить. Вперёд, парень. Я тебя прикрою. Похоже, Лазаревич настроен серьёзно, Салли. Видел бы ты всё это. У него тут досье на каждую экспедицию в Шамбалу. Аж с 17 века. Дневники Марка Пола нашёл? Вот они. Шевелись, у тебя мало времени. Да, да, да. Достойный пилигрим легко обошёл все препятствия. На пути к Шамбале. И что, по-твоему, это значит? Без понятия. О, погоди-ка. С великой печалью смирился я с судьбой моих товарищей. Их роком стала ужасная ноша, что мы несли из Шамбалы. Может, они подумали, что цунами — это кара небесная? Подожди. Чёрт. Салли, камня Чинтамани здесь нет. Что? Слушай, пусть на меня обрушится гнев Хубилай Хана, я не унесу Чинтамани из его святилища. У Марка Пола не было камня. Тогда что же это за ужасная ноша? Я не знаю. Если камня здесь нет, то что же тогда ищет Лазаревич? Шамбалу. Скресь, Борнелл. Далековато забрался, не находишь. Он пытается пройти по следу Марка Пола. Прямо в Шамбалу. Зачем? Потому что камень лежит там. Хлоя, говорить можешь? Сейчас. Да, слушаю. На этих раскопках они нашли какие-нибудь тела, останки? Нет. Странно, что ты спросил. А что? Тут разбился корабль с шестью сотнями людей. И нет ни одного тела. И куда же они делись? Куда б ты побежал от цунами? Как можно выше. Бинго. Надо подняться в горы. Там мы и найдем людей Марку. Хлоя, возвращайся к нам. Я уже иду. Ух ты. Посмотрите. Что у нас тут? Осторожно. Господи, Сути. Попались. На это у меня чуть сердце не выскочило. Ого. О, какая уродливая штуковина. Это что, оружие? Нет. Это Пурба. Ритуальный кинжал из Тибета. Он устраняет препятствия. Что? Ну, в смысле духовные. А. Постойте. Сали, не о нем ли говорил Марку Полу? Я не понимаю, даже о чем ты говоришь? В дневнике он писал, что достойный пилигрим чудесным образом обошел препятствия на пути в Шамбалу. С помощью этой штуки? Слушайте, все это, конечно, очень здорово и интересно, но идти-то куда? Ну, может, просто на карте посмотрим? Ну-ка, покажи. Между Великой Индией и провинцией Тибета лежит земля, усеянная чудесными храмами. Их золотые шпили видны до самого горизонта. Слушай, я знаю, о чем он. Это в Непале? Да. Только это больше не земля храмов. Это большой город. Да, это усложняет задачу. Погодите, тут еще. Из множества храмов лишь один скрывает тайный путь в Шамбалу. И путь этот откроется лишь пилигриму, что владеет золотым ключом. Здорово. Молодец, парень. Так чего же мы ждем? Уходим отсюда. Ладно. Пока. 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 Может, руку дам? Ах ты, черт. Пошли. Гарри! Сюда! Не дайте ему идти! Это Дрейк. Какого черта? Руки вверх. Не можешь с ними расстаться. Заткнись, Али. Ну, конечно, это ты. А это? Почтенный Виктор Салливан. Объясни мне, на кой черт тебе сдался этот старый хрен? Тихо, Нейт. А ты чертовски смел для человека, который три месяца гнил за решеткой? Это лучше, чем три месяца бегать кругами по джунглям. Но корабли-то я нашел. Сам бы ты даже собственный зад не нашел. Даже с картой. Они явились вот оттуда. Ого. Гарри, посмотри-ка. Кстати, о картах. Между Индией и Тибетом храм таит в себе... Дорогу в Шамбалу! Слушай, Флин, я не узнаю тебя. Да брось ты, неудачник. Отведи их к Лазаревичу. Ты у меня пожалеешь, что вышел из тюрьмы. Идем. Давай-давай! Ты цела? Царапина. Что ж, мне так скорее повеят. Попробую отвлечь их от вас. Хлоя, идем с нами? Нет. Встретимся в Непале. Бегите. Пошли. Вот умница. Да уж, не поспоришь. Сюда. О, черт. И что теперь делать? Прыгать. Погоди, каковбой. Совсем из ума выжал. Мы просто сломаем себе шею. Да, если не прыгнем, шею нам сломает Лазаревич. Я уже слишком стар для всего этого. Ай, да ладно, только не начинай опять. Слушай, ты у нас везунчик. А старик вроде меня должен знать, когда остановиться. Салли, мы выберемся, ясно? Как всегда. Ты поедешь к своей красотке в Непал, а я туда, где тепло. Хватит. Ладно, расскажешь мне обо всем, когда вернешься. Вот они! Черт, ты что? Вперед! После вас. Увидимся в аду. Я-ха! Поберегись! Черт! Ты была права, когда сказала, что у Лазаревича неплохая фора. Он заручился помощью местных бандитов. Этот город уже давно на грани гражданской лагерии. Нужно было лишь чуть-чуть бензина в охоте. Мило. Да, в этом хаосе можно смело перевернуть город для дном в поисках храма. Никто не занесет. Нейт. Эй! Да, я слышу. Надеюсь, ты не думаешь отступить? Кто, я? Нет. Хорошо. Я уже мечтаю разделаться с этими клоунами. Карта есть? Да. Встретимся на старом рыбке. Там вроде бы все тихо. Ладно, понял тебя. О, черт. У меня гости. Ну, здорово. Оторваться можешь? Боюсь, что уже не получится. Давай. Нейт. Как ты? Бывалый лучше. О, черт. И снова я спасаю твою задницу. Ну, она же того стоит. О, это у тебя тибетский ритуальный кинжал в кармане? Ну, может, я просто рад тебя видеть. Тише. Так это и есть ключ ко всему? Так точно. Марко Поло вошел с ним в Шамбалу. Что с ним делать? А, никаких идей. Вообще-то, знаю, что Алзаревич без него далеко бы не ушел. Нельзя недооценивать его. Он и Флинн прочесали весь город. Наверняка сравняли с землей десятки храмов. Так что делать будем? Нейт? Никогда так не делай. Посмотри. Видишь знак? Да. А вон там? Да, очень похоже. И что это значит? Значит, мы знаем, что Марко Поло делал потом. На нужном нам храме должен быть такой знак. Нам осталось просто найти его. А ты понимаешь, что в этом городе больше сотни разных храмов? Да, но если мы посмотрим на город с высоты... То тогда найдем иголку в стоге сена. Да. Тут рядом есть гостиница. Хлоя, на это нет времени. Это самое высокое здание в этом городе. Да. Да, но это отличная идея. Пойдем. Да. Вот мы и на месте. Осталось найти тот самый храм. Легче сказать, чем сделать. Да, ты права. Может, мы... О, вот он. Вон, смотри. Вот этот? Тот, что в клубах пыли и пороховом дыму. Повезло. Нейт, там-то Лазаревич и засел. Нам лучше бы убраться отсюда как можно скорее. Ну, выбора нет, так? Трэйк обнаружен в восьмом квадрате. О, черт. Может, это девятый? Прочесать город. Найти Трэйка и уничтожить. Ах ты, черт. Все, уходим. О, эй-эй, не надо. Эй! Нейт, ты что здесь делаешь? Селена. Джефф, стой! Ты что, знаешь его? Да. Это Дрейк. Прости. Ну, и какими ты здесь судьбами? Намерен обчистить пару храмов? Или, может, музей? Я тоже рад тебя видеть. А ты тут, конечно, с благими намерениями. Вообще-то, мы идем по следу военного преступника. Зоран Лазаревич. Слыхал о нем? Пусть Натой его ищет. Они думают, он мертв. Убит в ходе налета. А ты решила открыть им глаза? Знаешь что? Он же просто изверг, Нейт. Он же пытал и казнил многих невинных людей. А теперь он задумал что-то еще, но... Но почему же здесь? Что он может здесь искать? Что-то тут нечисто. Нет. Скажи мне, что не имеешь к этому отношения. Не смеши меня. Вот ты где, Нейт. Вроде ушла. Эй, 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 стой! Все в порядке, Хлоя. Это... Журналисты. Нам надо торопиться, если мы хотим успеть раньше Лазаревича. Так что... О, черт, Нейт! Эй, эй, стоп! Стоп! Не торопись с выводами, Елена. Простите. Вроде тут пахнет историей. О, Елена Фишер. Прошлогодняя модель. Смешно. Да. Нет, нет. Очень рад, что тебе весело. Ну, я плохо представляю тебя с такой рафинированной кисейной барышей. Она гораздо круче, чем ты думаешь, Хлоя. О-о-о. Что еще? Она разбила тебе сердце. Ну, хватит. Разбила. Знаешь что, может, это я ее бросил? О, да, Казанова. Нам пора идти. Стой. Они пойдут с нами. Ты в своем уме? Я серьезно. Я не могу бросить их посреди всего этого. Они будут нас задерживать. А если... А если... Если Лазаревич поймает нас обоих... Я их не брошу. Хватит, черт подери, строить из себя героя. Нейт. Танцуй с тем, с кем пришел на вечеринку. Я понял тебя. Но они идут с нами. Нас не надо спасать, Нейт. Спасибо. Ты в этом уверена? Черт. Марш. Что скажешь, а? Мы у самого порога. Так значит, мы оказались здесь совсем не случайно? Да, не совсем. Вот эгоист. Окей. Так что именно вы тут ищете? Видишь символ там? Это Чинтомани, детка. Нейт? Огромный. Огромный сапфир. И он бесценен. В общем, другими словами, вы пытаетесь стянуть мифический сапфир из-под носа военного преступника. Она хочет сказать, что это ужасно глупо. А я и не понял, Джефф. И вроде бы камень здесь. Но нет. Сам камень не здесь. Эй, посмотри. Нет. Нет, он в Шамбале. Шамбала? Нейт. Ну, которая Шангрила. Можно? На пару слов. Милый. Хотя, может быть, лучше нам продолжить эту беседу внутри. Согласен. Пошли. Порядок. Здесь они нас не найдут. Тут что-то не так, Нейт. Лазаревичу не деньги нужны. Их у него хватает. Дело в другом. Пошли. У нас нет времени. Вы ждите здесь. Никуда не уходите. Мы вернемся к вам. Ну, как обычно. Поразительно. Хлоя, я знаю, где это. Вот здесь. Видишь форму этой горы? Вот она. А значит... Подставь спину. А значит... Вход в Шамбалу должен быть где-то здесь. Мы нашли его. Нашли. Да. Мы нашли. Черт. Момент испорчен. Отсюда есть только один выход. Готов? Готов. Надо скорее уходить. Он ранен. Ничего. Покажи. Что-нибудь придумаем. Ясно? Можешь встать? Наверное. Давай я помогу. Нет. Нет, нет. Брось ее. Она разбита. Давай. Снейд. Порядок. Да, шеф? Так. Открывай дверь. Он не жилец. Его надо оставить. Что? Нет. Открой дверь, Хлоя. Все же всех убьют. Вот черт. Нормально. Можем спрыгнуть. Он нет. Он не сможет. У нас нет выбора. Не могу. Нейк. Давай, Джейм. Давай. Все. Ты пытался. Не вышло. Дальше тащить нет смысла. Мы не можем бросить его умирать. Он уже все равно не жилец. Не уйдем, погибнем вместе с ним. Так иди. Да. Тебя никто не держит. Хлоя. Я же пыталась спасти твою шкуру, идиот. Вон там. Хлоя. Что это значит? Прости. Бросайте пушки. Я не шучу. Уведите ее. Она ранена. Отведите к поезду. Глазам не верю. Ты не умеешь вовремя остановиться. В этом мы с тобой похожи. Не скажи. Так это и есть ваш Дрейк. Ты нес его всю дорогу от храма? Жаль. Нет! Нет, 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 нет. Ну, расскажи, что ты нашел в храме. Именно то, что тебе нужно. Ясно? Я знаю, где камень. Но ты его не найдешь без меня. Так что отпусти ее, а я приведу тебя к камню. Журналистка. Моя тень, идущая за мной по бедам. Удержите, если он не врет. Обыскать. Ну-ка. Ты гений, приятель. Похоже, теперь тебе нечего предложить мне, Дрейк. Возвращайтесь к поезду, готовьтесь выдвигаться. Ты за мной. Ты. Убей их. Не вопрос. Как ты можешь работать на этого зверя? Лучше быть его другом, чем врагом. Что, убьешь нас, а? Просто хладнокровно пристрелишь? Сам ты как думаешь? Вставай! Вставай, говорю! Бежим! Сядь их! Сюда! Пригнись! Ты цела? Да. Я в порядке. А ты? Жить буду. Ладно. Все тихо. Думаю, оторвались. Не стоило тебя впутывать. Я сама. Я сама в это ввязалась. Ну, в смысле, ты же поняла меня. Мы знали, на что идем. Ладно. Так. Что будем делать? Я пойду за ней. Ха. Кто б сомневался. Пойдешь. Флинн говорил про какой-то поезд. Значит, ее могли увезти в депо. Сюда. Пройду там. Мимо водокачки. Нейт, она держала нас на мушке. Я знаю. Она обоих курок спустила. Просто ее опередили. Это сложно. Ну, конечно. Флинн знал, что она была со мной. Если Лазаревич поймет, что она предала, ты знаешь, что будет. Да. Это я хорошо представляю. Тогда ты понимаешь, что выбора у меня нет. Бандитский кодекс чести, а? Вроде того. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Полагаюсь на овось. Ха-ха-ха. Ах, ты ни капельки не изменился. Ладно, пойдем. Что? О, нет, нет, нет. Ты со мной не пойдешь. Нейт, заткнись. Ясно? Упустим твой поезд. У тебя есть запасной план? Сейчас придумаю. Вон, Хлоя. Флинн с ней. Передумал? Нет. Так. Они вот-вот отправятся. Надо торопиться. Я пойду туда один. Нейт. Стоп, 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 стоп. Послушай меня. А ты пока пойдешь вон туда и уведешь один из этих... Внедорожников. Внедорожников. Обеспечишь транспорт. Я проберусь туда, схвачу Хлою, а ты заберешь нас. На огнанной машине. Да, на ней. Да, поняла. А ты? Я понял. Марш! Скорее! Влезай! Гони! Гони! Ну? Ланце у тебя есть? Да, наоборот. Что? Я запрыгну на этот поезд. Ты рехнулся? Подвези к поезду, я прыгну. А зачем только спрашивала? Делай, что говорю. Ну? И как ты собираешься выбираться оттуда? Соображу по обстоятельствам. Ну, конечно. Поехали. Ага. Еще чуть-чуть. Уже почти не. Просто. Давай! Прыгай! Это мое, придурок. Вот так. Снова спасла мне жизнь. Ты цела? Уходи отсюда, нейт. Ты с ума сошла? Ты представляешь, Тайвинс? Знаешь, никто не просил тебя геройствовать Хлай, брось, на это нет времени Именно, так что убирайся отсюда Пока еще можешь И бросить тебя с ними? Ты выбор сделал А что ты от меня ожидал? Ожидала, что прикроешь мне спину А я что делал? А ты тащил двух идиотов на своей Так удачи с Флинном, вы друг друга стоите Поверить Нет Нет Ты просто не знаешь, когда надо остановиться Что, нечего ответить? Совсем ничего умного? Гарри, стой Даже не думай Хватит Просто отпусти его Прикончить его Потому что fought Прикончить его Удал КОНЕЦ Вот черт Понеслось КОНЕЦ 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 Гудыша. Все. Кокераним декеджи и гудыша. Где это я? Все. Ненем дешев. А я уж подумал, что мне нечего терять. Нейт, слава богу, ты цел. Прости, я... Ничего. Елена, может, хоть ты знаешь, что происходит. Давно я тут? Несколько дней. Я пришла за тобой по рельсам. Что там произошло? Ты была права. Хлоя вовсе не нуждалась в моей помощи. Это ее работа? Нет. Нет, это привет от Флина. Шефер Гудышан. Я, я. Не, а, го, цэ, сонг. Идем. Тебя ждет один человек. О, а вот и наш таинственный гость. Нейт, это Карл Шефер. Как здоровья? Да, ничего. Вот и славно. Ну, прошу. Полагаю, у нас с вами много общего, мистер Дрейк. В самом деле? Да. Семьдесят лет назад я тоже пришел сюда. Вернее, меня сюда принесли. Все мои товарищи погибли. Меня отправили с экспедиции в Тибет на поиски дороги в Шамбалу. На самом деле, целью был Чентамани. Так, друг мой, где вы это взяли? В Борнео. А что? Это же ключ к Шамбале. Именно этот предмет крайне необходим вашему противнику, хотя он об этом не знает. Думаю, знает. Я очень признателен за вашу заботу. На самом деле. Но я вышел из игры. Так. Они сломали тебя, м? Неужели так просто? Да, пусть так. Но все только начинается. Где ты его нашла? Вот что, сынок, твоя гордость уязвлена. Но тебе повезло, ты жив. Да, все убеждают меня, что я везутчик. Меж тем, все мои планы идут к черту. Нейт. Нет, Елена, хватит. Хватит. Надоело играть в героя. Твой противник так просто не сдастся. Не уйдет. До тех пор, пока не получит желаемое. Да? Так власть ему в руки. Во власти-то как раз и беда. Самые грозные властители в человеческой истории обладали лишь фрагментом камня Чинтамани. Такие, как Тамерлан, Чингисхан. Если такую власть дает лишь один осколок, кем же станет тот, кто завладеет всем камнем? Это же чушь. Это наверняка и есть его цель, Нейт. Тогда Лазаревич и правда чокнутый. Это просто миф. А если нет? Елена, хватит. А что, если это правда? Мы уже знаем, на что он способен. Нужны доказательства? Ты их получишь. Увидишь собственными глазами. Тензин. Тинсанатала Тинго Кире. Найдешь останки моей экспедиции и сразу все поймешь. Тензин отведет. Пойму, если я доживу. Только будь осторожен. Полагаю, по-английски ты не знаешь ни слова. Заманчиво. Что это значит? Зачем спрашивал? Я не понимаю тебя, приятель. Стой! Тензин! Зачем это нужно? Надеюсь, тут есть другой выход. Джейк, делай шоу. Это они. Экспедиция Шефера. Камень Чинтамани. Опять смола. Вот это да. Их всех застрелили. Э, Тадам. Это Ирмин Суль. Древо жизни. Ананерба. Господи. Они из-за нас. Накоцемасу. Нацисты. Нацисты? Камень Чинтамани. Камень Чинтамани. Ким же станет тот? Тензин. Шефер убил их. А? Шефер убил их. Малей, малей. Да. У него не было выбора. Все. Черт. Надо выбираться отсюда. Быстро. Ты цел? О нет. Тензин. Слава Богу. О, Нейт. Что случилось? Это, это Лазаревич. Нас нашли. Я не знаю, я не знаю. Она была у Шефера. Мо, Шефер, Ям, Тудук. Они пошли в ту сторону. О, Нейт. Это все наша вина. Это из-за нас. Подожди здесь. Стереги детей. Идем. Ничего, ничего. Уйди, уйди. Уйди, уйди. Что? Уйди, уйди. Уйди, уйди. Уйди, уйди. Уйди, уйди, уйди. Шефер. Где Шефер? Никакан шефер. Нейт. Они увели Шефера. Господи. Это все из-за кинжала. Я знаю. Эй. Не спорь, поехали. Ладно, тогда двигайся. Ладно. Они наверняка в ведущей машине. Надо догнать их, пока Лазаревич не убил Шефера. Ладно. Есть идея. Что ты делаешь? Я расчищу путь. Садись за руль. Что? Садись, говорят. Тогда какого черта ты согнал меня с места водителя? Я обстоятельства изменились. Ну да. Так. Держи ровно. Хорошо. Вот так. Поехали. Еще поближе. Я не знаю, что ты делаешь. Держись. Садись. Эй, ты как там? Порядок. Ведущая машина за ней. Держись. Ну что, ублюдки? Мы вам прищемим хор. О, черт! Они точно не выжили. Идем отсюда. Давай. Старые добрые времена. Похоже на то. Да. И что теперь? Надо идти. В этот жуткий монастырь. Что еще? Там Шефер. Проклятие. А что происходит? Он у Лазаровича. О, нет. Ты готова к этому? Да, как всегда. О, нет. Держитесь. Мы здесь. Ты был прав. Насчет чего? Все вокруг тебя идет к черту. Так, вас нужно увезти отсюда. Нет. Что будем делать? Ты нашел мою экспедицию. Да, я нашел их. Ты понял, что мне пришлось сделать? Да. Если бы они нашли камень, это изменило бы ход истории. Тише. Тише. Он забрал кинжал. Я знаю. Он отправился к башне. Останови его. Не двигайтесь. Вам лучше не шевелиться. В этом монастыре скрыт тайный путь в Шамбалу. Ты должен вернуть кинжал. Найти тайный путь и уничтожить камень, пока его не прибрали к рукам. Дрейк. Ты должен верить. Сафир. О, Нейт. Мы не можем бросить его. Разве у нас есть выбор? Ты слышала? Ты думаешь, все это правда? Не знаю. Но он верил. Этого достаточно. Пошли. Ладно. Я думаю, надо разделиться. Что? Нейт, послушай. Я пойду искать этот тайный путь, а ты пойдешь к башне и попытаешься отобрать кинжал. Ладно. Хорошо. Только будь осторожна и оставайся на связи. Да. Хорошо. Удачи. Мне надоели твои отговорки. Просто дай мне еще времени. Вот и все. Я дал тебе довольно времени. Я дал тебе этот кинжал. И что? Где же врата Шамбалы? Слушай, Зоран, мы же... Я прошел этот путь не для того, чтобы мой план был сорван. Мы знаем, что ответ скрыт в этой комнате. Его просто нужно найти. Меж тем, Трейк продолжает идти у тебя по пятам. Думаю, я нанял не того человека для этой работы. вот ублюдок. Я... Я попробую уладить эту проблему. Ты останься, продолжай поиски. Ладно. Думай, Хлоя, думай. Вот это мое. Нейт, уходи отсюда. Отдай кинжал. Они вот-вот вернутся. Иначе отберу его силой. И как я объясню, куда он делся? Как-нибудь выкрутишься. Ты умеешь. Тогда... тогда обещай мне одну вещь. Уничтожь эту тварь. Черт подери. Что будем делать? Держись за мной. Брось пушку. Быстро. Назад. Черт. Мне стоило убить тебя, когда была возможность. Ничего. Мы это поправим. Назад. Спусти курок, милая, и тебе конец. Ты откроешь мне путь в Шамбалу. Пошел ты. Ты ведь изучал историю, правда, Дрейк? Прочел пару книг. Чен Йесхан, Гитлер, Сталин, Пол Потт, величайшие правители. Знаешь, как они обрели власть? Расскажи, не томи. У них хватало духу сделать то, что не смел не... Милосердие это зло. Это удел слабых. Ну? Хватит испытывать судьбу. Бросайте оружие! Брось. Откинь прочь. Ты испытал мою волю. Мой черед испытать твою. Можешь убить нас, тебе это не поможет. Но он-то мне нужен. А ты... Тронешь ее, и я ничего не скажу. В таком случае мы зашли в тупик. Тогда поставим на доску еще пешку. Ведите ее! Черт! Не трогай меня! Так, одна будет наседанием, а вторая стимулом к сотрудничеству. Выбирай. Не вздумай, не играю по его правилам. Нужна моя помощь, отпусти их. Я не стану торговаться! Кем ты пожертвуешь? Кого спасешь? Вот эту или вот эту? Или все-таки? Ну, слушай, хватит. К черту мелодраму. Я сделаю, что скажешь. Спокойно. Ты табаки. Дай зажигалку. Дай зажигалку. КОНЕЦ Что ес то? Это что? Я откуда знаю? Найди другой путь и попрось все! Он идет с тобой. Может, хоть так ты выполнишь задачу? И вот что, Дрейк. Не делай глупостей. Отлично. Пошел. Ай-яй-яй. Взять его. Что это за твари? Что? Пугало. Страж запретного пути. Весьма впечатляющее пугало. Ну, Заревич, я все сделал. Отпусти их. Опять торгуешься. Но ты раскрыл карты и проиграл. Вот тут твой путь обрывается. Нет, 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 нет. Не сейчас. Я хочу, чтобы он увидел Шамбалу. И умер, зная, что я отобрал у него. Открыть ворота! Тут уехал! Открыть ворота! Девушки отдыхают На колени Эй, эй, Зоран Был уговор Не прощаю, предателей Ну, раз ты сам знаешь, как найти камень, значит, обойдешься без меня Спасибо На колени На нас на пани! Что это? Они повсюду! Помоги! Осторожно, стреляйте, волна! Ну, чёрт! Ах ты, дрянь! Бежим! Уходим! Кто-то добрался сюда раньше нас Ну, будем надеяться, нам повезет больше Да Похоже, эти трупы лежат тут лет 70 Эй Им это мало помогло, но возьми Спасибо Так, Лазаревич и компания наверняка отправились в город, так что если доберемся до выхода, сможем спокойно уйти Нет, Хлоя, мы должны найти Чинтомани Что? Надо остановить Лазаревича И как вы собираетесь это сделать? Найти камень первыми и уничтожить его Эй, подожди Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь Я уже не знаю, чему верить Ладно Если ты не понял Этот человек Клинический идиот Думает, что исполняет пророчества И что камень сделает его неуязвимым Бессмертным Мы стоим посреди Шамбалы И ты говоришь о невозможном? Ты видела, сколько пуль всадили в тех тварей Это очень странное место Тем более, надо убираться отсюда, пока можем Я просто пытаюсь всё исправить И, возможно, спасти мир О, боже Слушай, милая Миру Наплевать Если ты высунешься, тебе откусят голову Ты же ненавидишь Лазаревича Да, я хочу наказать его не меньше, чем ты Но ничего из этого не выйдет Вот, вот, чем это закончится Нет Не в этот раз Ну, ладно Ты с нами? Вы идиоты Ладно, пошли спасать ваш чертов мир Вот он Камень Чантамани Надо же, мы обогнали их Какой красивый Да, просто блеск Расшибём его и смоемся отсюда Постой Что-то не так О чем-то Марко Поло ошибся Это не сапфир Это янтарь Янтарь? Да, окаменевшая смола Древесный сок Минуточку Что это? Не может быть Послушай, Нейт Ненавижу, когда он так делает Кому ты рассказываешь? Как я упустил это? Что упустил? Это вовсе не камень Это Смола Сок дерева жизни Стой, я ни черта не понимаю Этого дерева? Нет Вот этого О, черт Вот он где Лазаревич Идёт к дереву жизни Господи Черные зубы Что? Черные зубы У тех монстров и у трупов Борнео Они ели смолу И переродились Думаешь, именно это задумал Лазаревич? Предлагаешь подождать и проверить? Браво, Шерл Отлично Блин Господи О, Гарри Что, приятель? Лазаревич всё понял раньше тебя? Ты опоздал совсем чуть-чуть? А я решил остаться И подождать старого друга О чём ты говоришь? Зоран всё так и задумал Он умнее, чем кажется Мы ещё можем остановить Елена, не надо Нет Мы можем помочь тебе Прости, милая Это не кино Где смелая красавица перевоспитывает негодяя и всех спасает В жизни так не бывает Флинн, послушай Ты... У меня подарок от Лазаревича Жаль, что без чеки Назад Елена Нет О, Господи Елена Всё будет хорошо Держись, мы тебя вытащим Давай Остановите Лазаревича Скорей И не думай Идём Елена, как ты? Плохо дело Ты держись Я на тебя рассчитываю Ну, идите к выходу И как можно скорее Стой Не поняла Нет Нет, не смей Слышь Хлоя Это мой Даже не думай Сейчас нет времени на это глупое геройство Выведи её отсюда Без тебя не пойду С помощью этой смолы он создаст армию моста Не делай этого Лазаревич станет неуязвимым Я должен этому помешать Это самоубийство Ты сам знаешь Уходи Уведи Елену Как можно дальше Отсюда Слышь Что за черт? Дрейк Дрейк Не стрелять, не стрелять Он мой Извини, ты не в моем вкусе Нет Лазаревич Ты считаешь меня чудовищем Но ты такой же, как я, Дрейк Скольких ты убил, а? Скольких только сегодня? Браво, парень Не милосердия, не пощады Давай! Нет Тебе не хватит духу Мне нет А вот им Скорее Надо выбираться отсюда Идем Давай, милая Ну и что же ты там делал? Ну это Мир спасал Держишь Так, слишком долго Пошли Пошли Ну, девушка Елена Господи, нет Елена, держись Прошу тебя Слышишь, держись Все будет хорошо Мы почти пришли Все будет хорошо Обещаю Елена, не надо Елена Елена Держишь Держишь Это было долгое и странное путешествие, а? О, да. Знаешь, тебе надо чаще геройствовать. Тебе идёт. Нет. Ответь мне на один вопрос. Какой? Ты её любишь? Хлоя, прости меня. Нет, не надо. Правда, это ничего, но сделай себе одолжение. Скажи ей. Хлоя. Нет. Теперь мне пора уйти. Но ты будешь скучать по моей заднице. Эй, кое-кому запрещено встануть в постели. Ужасная пациентка. Слишком упрямая. Да ладно, вовсе я не упрямая. Так, никакого сапфира? Говорю же, нет. И вы уверены? Да. Это был просто миф в зале. Мифом по счетам не расплатишься. Что-нибудь подвернётся. Главное – верить. Вера превращает четвертак в двадцать пять центов. Куда пошла Хлоя? Увидимся. О, нет. Ты старый развратник с Али. Ага. Ты молодец, Нейт. Он бы это одобрил. Да? Угу. Ну, и куда мы отправимся отсюда? Я не знаю. Сообразим по обстоятельствам. Как обычно. Но, пожалуй, мне это нравится. Отлично. Скажи, по десятибальной шкале, как сильно ты испугался, что я умру? Четыре. Четыре? А что? Четыре. Ну да. Да не меньше восьми. Восьми? Восемь, не меньше. Восемь? Восемь – это были те твари. Ты издеваешься? Они были очень страшны. А что тогда десять? Клоуны. Клоуны хуже моей смерти? Да, не люблю клоуны. Клоуны? Не люблю клоунов. Да брось. Ты думал, я умерла? Нет. Думал, что потерял меня? Я знал, что вытащите. Да-да, я видела твои слезы. И слез было много. Слезы? Ага. Там дождь шел. Нет, не шел. Слезы. Шел дождь. Светило яркое солнце, и ты плакал. Ты была без сознания, и шел дождь. Не ври. У меня твои слезы в пузырьке. Могу показать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова